Здравствуйте, друзья! С вами Евгения Атаро и сайт Магэксперторг, и вы на проекте карта дня. И сегодня мы работаем с иракулом книга Луны, основанным на символах лунного календаря. Для того, чтобы принять участие в этом проекте, вам необходимо просто попросить рекомендации, совета от этих карт и выбрать одну из лежащих трех карт на столе. Делайте ваш выбор и будем смотреть, что нам на сегодня досталось. Ну что, выбрали? Я надеюсь, что да, и буду переворачивать карты. Тем, кто выбрал первую карту, досталась жаба. Уж простите, но это ваш выбор. Тем, кто выбрал вторую карту, досталась колдунья. Ну а тем, кто выбрал третью карту, достался конь. Вот такая красивая жабка, 26 лунные сутки. Символ девятых лунных суток, колдунья. И карта конь, представляющая 21 лунные сутки. Итак, первая карта, символ жаба, 26 лунные сутки, которым соответствует еще и символ болота. Общее направление дня. Это тяжелый и критически опасный день. День мудрости, не приносящий пользы. В этот день впустую расходуется энергия и сила на всякого рода конфликты, разборки и выяснения отношений. Поэтому сейчас лучше не заниматься активной деятельностью, а лучше посвятить время отдыху. Шумных компаний постарайтесь избегать, чтобы не провоцировать ссоры. Если будете стремиться к познанию жизни, то сможете сорвать маски и трезво оценить людей и ситуации. Никаких новых начинаний. Они приведут к ущербу и материальным потерям. Отойдите пока от дел, чтобы не пребывать в иллюзиях от своих достижений. Вы можете в этот день найти своего учителя, но убедитесь в том, что его учение все-таки несет позитивную энергию. В последнее время она что-то частенько преследует карта жаба. Вот уже второй день она нам достается. Но если вчера она досталась тем, кто выбрал вторую карту, то сегодня она досталась тем, кто выбрал первую. И, видимо, в этом есть какая-то определенная закономерность. Что ж, давайте смотреть вторую карту. Тем, кто выбрал вторую карту, выпал символ колдунья. Это символ девятых лунных суток. Но на этой карте также смело можно было нарисовать летучую мышь, нетопырь, которая тоже соответствует девятым лунным суткам. Общее описание этого дня. Сатанинский день очень опасный, полный обманов, иллюзий, заблуждений, обольщений. Накануне этого дня могут сниться кошмары, дурные и мучительные сны. Им доверять не следует. В течение дня надо обратить внимание на получаемые знаки. Необходимо тщательно их проанализировать, обдумать и оценить их последствия, особенно если знаки эти негативные. Это день активной самозащиты от агрессивной нечисти. День очищения тела и разума, снятия порчи и прощения ваших обидчиков. Вот этим, наверное, друзья, и займитесь сегодня. Это действительно полезная деятельность. Не начинайте ничего нового, займитесь делами, которые уже есть. В этом карта колдунья очень напоминает предыдущую карту жабу. Любой труд в этот день, даже самый тяжелый, принесет вам новый, весьма важный жизненный опыт. Ну и рекомендация этой карты. Для начала новых дел время неподходящее. Лучше попробуйте исправить свои старые ошибки. Настройтесь на серьезную работу, анализируйте свои сны и знаки и берегите себя от действий недоброжелателей. Другими словами, эта карта сегодня рекомендует, опять же, не предпринимать каких-то активных действий в отношении новых проектов, новых дел. Лучше завершать старые или просто заниматься какими-то старыми уже привычными делами и защищаться от негатива, заниматься прощением, признанием своих ошибок, медитацией и наблюдением за какими-то таинственными знаками, которые сегодня явно будут каким-то образом появляться на вашем жизненном пути. Ну что ж, теперь давайте посмотрим третью карту. А тем, кто выбрал третью карту, повезло гораздо больше, как мне кажется, чем тем, кто выбрал первую и вторую, потому что им достался символ конь, символ 21-х лунных суток, символом которых также еще является крылатый пегас. А еще табун лошадей и колесница, которые сами по себе являются очень позитивными символами. Общее направление этого дня – вперед к заоблачным высотам, время движения, время созидания, время перемен, день дружбы и объединения людей, вот чего нельзя сказать про первую и вторую карту, день бесстрашия, упорства, творческой активности, когда ваши действия принесут вам триумф, время революционных перестроек, спортивных рекордов, начало новых дел. Видите, совершенно противоположное относительно первых двух карт. День астральных воинов, рыцарей, донкихотов. Этот день благоприятен для смены места работы, для переездов, групповых путешествий и успешной торговли. Это день чистоты и справедливости, когда нужно действовать честно и открыто, сохраняя верность своему долгу. А рекомендация этой карты такая. Время перемен настало. Встречайте его с радостью. Смените работу или придумайте новый проект. Удачны будут коллективные творческие начинания и деловые поездки. Активность, креативный подход и общительность принесут вам удачу и успех. Если посмотреть на все три карты в той последовательности, в которой они выпали, то складывается такое представление или ощущение, что эти карты говорят об удачно проделанной магической работе. Вот смотрите, колдунья взяла жабу, сварила зелье и получила из этой жабы белого коня. То бишь её, вот этот магический эксперимент удался на славу. И она из плохого сделала что-то хорошее и прекрасное. Вот я надеюсь, что именно так мы будем с вами поступать сегодня вне зависимости от того, какой символ нам достался. Будем плохое превращать в хорошее. Окей? Договорились? Пишите мне в комментариях, удалось вам это или нет сделать сегодня. Ставьте лайки, если да. И встретимся завтра. А пока-пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok